Итак, я хочу показать вам самый простой инструмент для работы с негативными эмоциями. В частности, с негативной эмоцией злости или сильной агрессии. Чем больше человек подавляет в себе негативные эмоции и на поверхности закрывает это интеллектуализацией или рационализирует свои агрессивные эмоции, тем больше эти эмоции внутри накатываются, потому что это такая способность нашего мозга, разрастаются они внутри. И в конце концов, конечно же, внутри в таком состоянии находиться долго не могут. Они в один прекрасный момент однозначно выходят наружу. Но выходят наружу в виде истерик, либо в виде жуткого всплеска агрессии, уже неадекватного всплеска агрессии. И о таких людях мы говорим, что он очень вспыльчивый, да, вот это состояние вспыльчивости. Поэтому сейчас я хочу показать самый простой инструмент для того, чтобы не давать этим эмоциям там поселиться и не закрывать их, эти эмоции, внутри себя. Потому что плюс ко всему, когда вы будете сильно подавливать, удавливать, удерживать в себе эти эмоции, конечно же, будет с первым делом спазмирована вся шея, руки, спина, плечи, вот эта вся часть. И, конечно же, скулы. И в этой части могут начаться серьезные большие проблемы, потому что мышца, которая, мышечный слой удерживает под собой, именно эту эмоцию. И в таком состоянии уже хронического напряжения сильнейшего, эта мышца уже не осознается, что она напряжена. То есть человек уже не чувствует, что скулы сведены, что зубы стиснуты где-то. Но этого не чувствует. Но это может проявляться в проблемах с зубами, если у кого-то очень серьезные уже проблемы с зубами, с деснами. Это может проявляться в плохом состоянии кожи. Это может проявляться в остеохондрозах. Это может проявляться в проблемах с ширим отделом позвоночника. Это очень частая такая проблема. Поэтому, чтобы там не скапливались эти эмоции и не напрягались мышцы, которые держат под собой вот эти эмоции, для этого я показываю самый простой инструмент. Если вы пришли домой, вы чувствуете, вы пришли после работы, допустим, и вы понимаете, вы чувствуете, что внутри что-то такое у вас уже прям не может успокоиться, вы на уровне мыслей прокатываете опять несколько раз, какие-то ситуации, которые произошли там в офисе или еще где-то, за рулем машины кто-то вас подрезал. И вот это вот все, вот он такой, вот он сякой, или там еще какая-то там, или какой-то на вас там несправедливо, как вы считаете, там на бане, что-то случилось. То есть вы пришли домой, и вот это все в вас крутится, вращается. И, конечно же, вот это все состояние требует какого-то сброса. Как правило, сброс происходит на близких людей. Кто подвернется под руку? Чтобы такого не происходило, нужно прежде всего осознать, что эта эмоция в теле есть, что есть действительно элемент такой, который вас раздражает. И далее самый простой инструмент – это полотенце. Даже если дома ваши близкие, вы можете зайти в ванную комнату, включить воду, чтобы никто не слышал, взять хорошее полотенце, вот такое, чтобы было удобно, ну, либо вот так, либо если руки побольше, потолще, то вот так его нужно взять, взять это полотенце и, вложив в это действие эмоцию, ту негативную эмоцию, которую вы испытываете, то злость, вложив в это действие эмоцию, нужно сделать это вместе с физическим включением до такой степени, чтобы вы полностью погрузились в это действие, чтобы все ваше тело было полностью задействовано в этом движении, именно эмоционально, чтобы вы полностью были погружены в то, что вы сейчас делаете. Поэтому для этого нужно просто отключиться и именно эмоцию эту ухватить, почувствовать ее. Потому что очень многие, бывает так, что даже там подходят, берут полотенце, потому что я работаю когда с клиентами, они говорят, ой, мы подошли, мы взяли, ой, мы чуть-чуть сделали, но ничего там, вот уже мы уже не злимся. Это потому что голова интеллектуализирует вот этот момент, да, и хочется касаться добрым, потому что в нашей культуре надо быть добрым. И в итоге это зло, которое реально можно было бы сжечь в этом ванне, да, чтобы был выхлоп, чтобы ничего не осталось внутри, внутри была бы тогда просто тишина, если бы вы это сделали действительно. Но человек на уровне головы говорит себе, нет, это плохо, это плохо быть злым. И в конечном итоге, наоборот, накапливать в себе эту злость, в конце концов, которая по-любому будет разрушать либо его печень, потому что печень первая, которая накапливает в себе эту злость, вот, и отсюда большое желание залить эту печень алкоголем, в конце концов, чтобы как-то ее сделать, грубо говоря, счастливой. В конце концов, это еще больше разрушает эту же самую печень. Поэтому, чтобы этого не происходило, надо прежде всего почувствовать эту эмоцию, дать ей возможность выхода, но не на близких людей, не на следующий день в этом же самом офисе, да, на кого-то, а именно таким образом. И полотенце будет самым простым инструментом, который даст возможность этого выхода. заходите в ванну, скручивайте со всей силы это полотенце, со всей бури, именно с вложением в это всех тех ощущений, чувств, которые вы испытываете. И плюс ко всему, обязательный элемент – это вцепиться клыками, зубами в это полотенце и сильно-сильно сжечь, сжимать сильно скулы, чтобы высвободить эту мышцу. Потому что, как вы знаете, напряженную мышцу зарядить заново можно, только еще раз сильнее ее напрягая, эту мышцу. Тогда вы пропускаете энергию, и мышца расслабляется. Это тоже будет приводить к тому, что и кожа лица, и зубы будут совершенно другие, и вы это почувствуете больше расслабления на уровне груди, шеи. Конечно, спасете свое тело от всех остеохондрозов, которые могут находиться в вашем теле. Ну и после этого просто выдохнуть, умыть лицо водой, вот, и практически спокойно пойти, либо делать свои дела какие-то дальше, либо уже лечь спать. И вообще, в принципе, самая, как говорится, неблагоприятная вещь, когда вы ложитесь спать, катая в голове какие-то ситуации. Вот если в головах мысли ваши катают, прокручивают еще раз, еще раз, еще раз какую-то ситуацию, это означает то, что в вашем теле существует негативная эмоция. Эмоция, которую вы не прожили на тот момент, когда эта ситуация существовала, и надо было как-то ответить там по факту, да, не зря говорят хорошая мысля, приходит опосля, да. Ну вы опосля пришли, но дело в том, что еще эмоции у вас остались. И чтобы вычистить свое тело и лечь спать в нормальном состоянии, а не вот с этим вот, так сказать, негативом, да, который там может быть, в этой ситуации полотенце будет являться самым лучшим инструментом. Потому что действительно никто не слышит, никто не может вас не видеть, всегда найдется ванна, всегда можно закрыться, вот, найти для себя место и, собственно говоря, сделать это. Вот, обязательно так, чтобы просто полностью было включение до такой степени, чтобы прямо все мышцы ваши трясы, чтобы больше прямо прохрустело все. И обязательно челюсть тоже разжать, то есть вцепиться в челюсть, зубами в полотенце. Вот это работа с полотенцем.